когда мы ехали по этой дороге через лес вот там стояла машина она отсюда было плохо видно нас видно что она стояла на обочине как-то перекошено мы тогда не поняли что это было а потом где-то через месяца полтора мы выезжали где-то 25 числа отсюда через месяца полтора я увидел вот это видео и тогда я понял что мы просто-напросто чудом выехали из этого леса всем привет из киева меня зовут александр и мы продолжаем работать постепенно киевская область разминируется и кто-то уже начинает возвращаться снова домой хотя для многих уже просто-напросто некуда возвращаться даже по факту работы поезжая по киевской области я столкнулся с огромными последствиями после того как российские войска прошлись по ней едешь дома целые и вот магазин разрушен торговый центр разрушен то есть предприятия разрушены на проезжаешь по трассе которая идет церпеня на поворот это буча киев а т.б. новенький магазин который совсем недавно открылся то есть разрушен сити тоже новый магазин тоже разрушен жираф то есть ну вот вот инфраструктура которая была создана для людей я уже не говорю про жилье потому что целые кварталы там где куда попадала тоже разрушены вот ну и естественно у нас находится дом в гастомеле и вот для тех кто говорят что я жертва пропаганды постоянно смотрю арестовича и прочих вот непосредственно показывают то что сделано российскими войсками непосредственно с нашим жильем да то есть поехал на днях потому что в принципе уже туда дороги разминированы уже можно заехать и уже можно показать так это было прихожая все что могло сгореть горела только ничего не осталось это было ванная ванная туалет здесь мы прятались 24 числа потому что здесь уже были обстрелы и думали здесь спрятаться потом бегали в погреб гараж вот балкон то что от него осталось так сказать и там была наша комната ну теплицы выстояли бармалей счастлив вот теплицы выстояли эту теплицу кстати это был подарок моя любимая тещина день рождения ставил сам лично и накрывал она выстояла сорвала пленку единственное ну и это тоже пострадала чуть-чуть множество теплиц тепличных комплексов которых довольно таки много под киевом то есть куда заходили российские войска то есть они разрушены они расстреляны то есть но теплицы как бы легче проще перенести попадания потому что каркасы остаются обычно целыми пленка поликарбонат его сносит ну огромнейшие огромнейшие убытки которые принесены и сейчас возникает вопрос что с ними делать то есть и начинают самостоятельно восстанавливать что-то делать вот это и есть русский мир только разрушение только горе только страдания да это труд огромный труд в доме оставались еще родители жены они вовремя еще уехали под обстрелами но от благодаря этим деревьям в принципе они приняли на себя первые снаряды поэтому верхушки все тут посрезала поэтому для тех кто говорит что буча и репень кастомель это украинская пропаганда приезжайте посмотрите на то что реально там происходило для тех кто говорит что это вы сами себя расстрелить и сами себя уничтожайте но ребята то есть подружитесь пожалуйста с головой для нас наша работа сейчас является фронт потому что мы работаем генерируем продукцию соответственно это зарплаты это налоги и свою очередь мы стараемся поддерживать наших сотрудников которые сейчас находятся на передовой поэтому мы работаем не падаем духа сражаемся на всех фронтах но и надеемся на помощь поэтому у кого есть возможность помочь на восстановление будем очень благодарны ну а с вами был александр до новых встреч и и живите в гармонии с природой в ритме прогресса шо мой малыш и